Весна пришла, весне дорогу, в крае начались первые подтопления. И снова яма в центре города, в Барнауле, посреди проспекта обвалился коллектор. Они творят сказку. Сегодня артисты-кукольники отмечают свой профессиональный праздник. Вы смотрите наши новости. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В крае начались первые весенние подтопления. Так из берегов вышла река в Барнаульском поселке Власиха. Второй день подряд рабочие вскрывают русло реки, чтобы минимизировать риски подтопления. У нас эту зиму, зима была морозная, мы постоянно отогревали воду. Как бы год так начался. А если еще затопит нас, страшно. Любови Георгиевне страшно. В случае подтопления полсела будет оторвано от цивилизации. В поликлинику и магазин жители смогут только доплыть. Страшит и то, что у многих дома не застрахованы. А это значит, что семьи могут лишиться единственного крова. По словам жителей, местная река разливается каждую весну. Люди не раз обращались в администрацию поселка. В этом году помощи, наконец, дождались. Если затопит, конечно, проблем много будут. У нас, тем более, дом новый. А вот эти дома, они тоже новые и вообще близко. Если вода не уйдет в почву, пойдет поверху. Вот с полей, с Октябрьского, все через нас идет в речку. Предстоящий паводок вызывает особое опасение. Специалисты делают неутешительный прогноз. В том числе и по поселку Власиха. Какие работы здесь планируют провести местные власти, расскажем в ближайших выпусках. Валентина Скирова, Андрей Печоркин. Наши новости. Сегодня ночью на одном из проспектов Барнаула обвалился канализационный коллектор. В результате прямо посреди проезжей части образовалась яма в несколько метров. По словам пользователей соцсети, асфальт просел еще вчера днем, а к вечеру коммунальщики перекрыли движение. Это не единственный случай провала коллектора на колени на Кулагино. Летом асфальт не выдержал напора воды в результате гидроиспытаний. Тогда энергетики сетовали на коррозию металла. К тому же трубы лежат в этом месте более четверти века. Яма росла на глазах водителей, которые стали заложниками образовавшейся пробки. К слову, проезжающие мимо водители уже не удивляются, что каждый год на этом месте проваливается асфальт. Глава Барнаула Сергей Дугин потребовал следить за теми участками в городе, где может произойти подтопление. Об этом информируют журналисты комсомольской правды Барнаула. Обзоре материалов изданий Сибирской медиагруппы. Также о том, как чувствуют себя бичи, а не в период активного таяния снега. И продолжение истории об избиении школьницы в столице края. В Барнауле активно тает снег. В связи с этим глава города даже не попросила, потребовал следить за территориями, которые весной топят регулярно. В общем-то, люди уже работают и даже доложили городоначальнику, как эта работа продвигается. К примеру, провели визуальное обследование территории, прилегающей к пивоварке и ее притокам. Определили места возможного подтопления домов с учетом прошлых лет. Специалисты проверили 15 пешеходных мостов. Через реку ледяных заторов не обнаружили. Всего в зону подтопления могут попасть здесь 29 частных домов. В них проживает 86 человек. На случай эвакуации определены пункты временного размещения, сообщают корреспонденты комсомольской правды Барнаул со ссылкой на пресс-центр мэрии. А вот некоторые жители Наукограда уже почувствовали себя титаником, сообщают корреспонденты Бийского рабочего, ссылаясь на посты людей в социальных сетях. Там предостаточно фото и видео горожан, которым приходится как пешком, так и на автомобилях преодолевать трудности, передвигаясь по городу. Наибольший резонанс вызвала лужа у светофора у торгового комплекса «Модный». Житель Бийска Владимир Попов выставил видео, под которым поставил хэштег «Почувствуй себя титаником». К слову, в этой луже уже кто-то заглох, кого-то тащили на буксире. Сложно приходится и пешеходам. В общем, о том, где в Бийске, и не пройти, не проехать, читайте на страницах Бийского рабочего. Политсибру сообщает, что следователи возбудили уголовное дело после избиения школьницы группой подростков. Дело возбуждено по статье «Вымогательство, совершенное с применением насилия». Корреспонденты напоминают, что 10 марта 2018 года в соцсетях появилась информация об инциденте. Присходящее в подъезде дома избиение 16-летней девушки подростки записывали на видео, которое потом выложили в сеть. Сообщение вызвало широкий общественный резонанс. Сейчас стало известно, что у избитой школьницы вымогали деньги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается. Татьяна Голубева, Наши новости. А мы продолжим. Алтайский край замкнул двадцатку лидеров по страхованию агрорисков. Данные по итогам прошлого года нашим новостям предоставил Национальный союз агростраховщиков. Расчет производили по данным Банка России. Для оценки спроса на агрострахование Союз страховщиков проанализировал сборы страховых компаний в регионах России по итогам прошлого года. В лидеры вышли Воронежская и Орловская области, а также Москва как центр заключения договоров. Показатели нашего региона в десятки раз скромнее, но это позволило Алтайскому краю войти в топ-20. Несмотря на беспрецедентное сокращение субсидирования агрострахования, в 2017 году основные сельскохозяйственные регионы России сохранили лидерство на рынке страхования агрорисков. Однако объем застрахованных рисков существенно сократился. Тренд на снижение сельхозпроизводства сохраняется по всей стране уже два года. Не стало исключением Алтайский край. Почти половина страхового бюджета в регионе лишена господдержки. Таким образом, отмечает президент Национального союза агростраховщиков, сельхозпроизводители лишаются субсидий и вынуждены оплачивать всю цену полиса из-за неправильных решений и действий аграрных органов. Сегодня профессиональный праздник у представителей одной из самых редких специальностей – артистов-кукольников. В нашем крае таких специалистов немного, всего несколько десятков. Многие работают в Крайвом театре «Кукол-сказка». Накануне его сотрудники рассказали нашей съемочной группе о специфике своей профессии. Как выяснилось, кукла вождения – довольно сложная работа. Сложность в том, чтобы и держать уровень относительно пола, и чтобы и корпус не прогибался, и чтобы она не болталась. Ну, кукла, она живет, как и человек, поэтому нужно добиваться правды на площадке. Подробный материал об истории и особенностях профессии. Артист-кукольник смотрите в вечернем выпуске, а сейчас к другой новости. Строительная компания «Союз» вручила жильцам ключи от нового дома на проспекте «Энергетиков». Дом в жилом комплексе «Времена года» был сдан к обещанному строку. Для новоселов приемка квартиры превратилась в праздник. Проводить торжественную сдачу квартиры для компании «Союз» стало доброй традицией. Помимо папки и документов, у каждого новосела брелоки, футболки, календари и сладкие подарки самым маленьким. А некоторым жильцам подарили даже телевизоры. Подобным образом мы лишний раз хотим показать свою заботу и уважение к нашим жильцам. Сразу после заселения мы планируем провести день новосела. Задача данного мероприятия заключается в массовой высадке деревьев вокруг жилого комплекса. Квартира с чистовой отделкой, пандусы для людей с ограниченными возможностями, наземно-гаражный комплекс и умные детские площадки. Самое интересное, что это у нас первая такая квартира, которую мы купили именно новую. А именно никто-то не жил, что мы сами будем там делать ремонт. Потрясающий вид из окна и вообще район такой шикарный. Нас очень радует перспектива здесь жить. Я думаю, что это будет замечательная, счастливая жизнь. Я думаю, еще найти работу рядышком здесь. Этот квартал называют территорией спорта. Во дворах установлены теннисные корты и беговые дорожки, баскетбольные и волейбольные коробки. В компании «Союз» обещают расширять инфраструктуру жилого комплекса и радовать своих жителей. И в завершении выпуска о погоде. С возрастом кожа лица становится менее эластичной. А самая нежная и тонкая – это кожа вокруг глаз. Нависшие веки, мешки под глазами – мы поможем вам вернуть красоту. Через небольшие надрезы в области век убирается лишняя кожа и лицо вновь становится свежим. Высокий профессионализм врачей гарантирует безопасность, обеспечивает эстетический результат и быстрый период реабилитации. Евростиль. Верните свою молодость. Евростиль. Верните свою молодость.